Всем привет! Вы на канале Цветули у Светули. Меня зовут Светлана. Дорогие друзья, открываю посевной сезон. Сегодня буду сеять на рассаду многолетние растения. Друзья, мои семена, многолетние растения, это все низкорослые, как раз для моего маленького цветничка. Я очень люблю низкорослые растения, почвопокровные такие, невысокие, не люблю высокие растения. Здесь у меня левизии три сорта. В том году выращивала белую, у меня там было три кустика. Дай бог перезимует, очень красиво цветет она. Надеюсь, что перезимует. Сейчас, в принципе, у нас холодно, но снега нападало. Еще я ее баночкой сверху прикрывала. Очень левизия будет красиво смотреться на горках. Единственное, что ей нужно обязательно песочек, камни под корни, чтобы застой воды не было, и не на прямое солнце ее сажать. Вот. Гипсофила ясколка видна. Первый раз. Я еще такого растения не выращивала, не знаю, ничего не могу сказать. А бриета у меня растет. И арабис растет. Мне очень нравится. Я вот решила, как бы, цвета другие, которых у меня нет, на рассаду посеять. А это и берез. Хотела давно такой цветок приобрести. Что-то как все... Как-то вот не судьба мне была черенок купить. Есть вегетативные, красивые, но как-то вот не купила. Решила попробовать вырастить из семян. Тоже невысокий, красивый. Первый раз тоже на рассаду высаживаю. Не знаю, как он будет себя вести. Приготовила емкости. Смотрите, у меня здесь вот такие вот. Это из-под десертов. Очень удобно. И сверху еще крышечка вот такая есть. Ой, смотрите, я вам тут это. На цветочках хотела показать. Смотрите, какая красивая немезия в этом году у меня будет расти. Вот такой цвет обалденный. Вот такие крышки. Очень удобно. Вот так вот накрыл и поставил под цвет. Здесь у меня смешаны... Сейчас я вам покажу, что у меня здесь намешано. Вот показываю, что у меня здесь есть, друзья. Это у меня моя земля, пропущенная, смешанная с песочком и просеянная через сито. Вот так вот. Это песок просто, а это покупная земля теравита универсальная. Ну, универсальная, да. Не цветочная, а просто в зеленом пакете универсальная теравита. Вот я все смешала и заполнила свои емкости. Буду сеять. Вот, друзья, я вам еще не сказала про армерию. Хочу в этом году посеять белую. В том году сеяла красную. Она у меня растет. Я думаю, перезимует. Еще есть у меня приморская армерия. Она у меня уже несколько зим зимовала. С белой в том году у меня не получилось. Она у меня не взошла. Вот я еще два пакетика прикупила. Надеюсь, что я ее... Она у меня это взойдет, и я ее выращу. Хочу очень. Нравится очень мне армерия. Очень красивая. Для каменистых горок вообще очень красиво смотрится. Подойдет однозначно. Покупайте, сеете. Вы очень красивая. Правда. У меня есть отдельное видео про армерию. Я вам обязательно под видео оставлю ссылочку на это видео. Посмотрите, какая красивая армерия. Там с фотографиями все рассказываю, как сею, как чего, как растет. Краткое такое описание. Не буду повторяться. Короче говоря, буду в этом году сеять белую. Ну, сеять, что тут сеять, да? Все, наверное, знают, как это делать. Не буду показывать. Вот у меня уже в один стаканчик посеяно. Вот здесь вот семена по поверхности я разложила. И еще вот в один стаканчик. Смотрите, я зубочистку немножко, да, в водичку опускаю, чтобы она намокла. И вот так вот получается, что семечка прекрасно к ней прилипает, к мокрой зубочистке. И уже на поверхность, пожалуйста, раскладывайте, куда вам надо. Сейчас я все это сделаю, чтобы время зря не занимать. Разложу. Покажу вам обязательно, какие семена я присыпаю, какие нет. Вот у меня фульверизатор с тепленькой водой. Буду обязательно поливать теплой водичкой, проливать. Я уже земельку пролила в контейнерах теплой водичкой. Семена, когда я разложила, вот эти еще не... Ну, когда я разложу все семена, обязательно сверху еще пролью теплой водой. И под крышку. Или под пакет. Вот эти в пакетик поставлю, потому что здесь крышек нет. Когда все сделаю, вам обязательно, друзья, покажу. Все, друзья, я посеяла. Очень мелкие семена у гипсофилы. У абриета мелкие черные. У арабиса крупные только. У абриета и здесь тоже два сорта у меня вот так вот посеяны. Сейчас все поставлю вот в такие пакетики. Плотно-плотно закрою. И под цвет. Здесь у меня ревизия посеяна. Вот такие колпачки. Вот накрыла все. Все. Тепленькая водичка сверху на семена пролила. Что я присыпала, друзья? Присыпала только гипсофилу. Остальные семена я не присыпала. По поверхности разложила. Водичка пролила и все. И под цвет. Сейчас поставлю в теплое местечко. И будем наблюдать, что получится. Дай бог. Хоть бы что-нибудь у меня взошло. Я, конечно, хочу развести такие у себя растения. Очень хочется. Но всяко бывает. Бывает, что семена не очень хорошие. И не всходит. Не знаю, от чего это, конечно, зависит. Но посмотрим. Будем смотреть. Поставила вам несколько фотографий. Покажу, как у меня растут мои многолетники почвопокровные. Это арабис. Перед вами беленький. У меня несколько сортов. Белый уже живет не один сезон в моем цветнике. Красавец. В этом году, в 2020-м, приобрела махровый арабис. Не знаю, как перезимует. Но я его уже даже размножила. Размножается прекрасно. После цветения, если обстричь, может через 3 недели опять зацвести. Этот у меня арабис махровый. Не из семян. Это вегетативный. Я его купила череночка. Вот, друзья, я забыла вам сказать. Еще у меня есть арабис вот такого вот красивого цвета. Тоже зимовал несколько сезонов уже у меня этот цветочек. Вот. И он только-только зацветает. Зацветают ранней весной эти цветочки. Вот в таком вот цветничке у меня растут. Очень хорошо смотрятся. Как сажала арабис, у меня есть видео. Я внизу ссылочку под видео оставлю. Обязательно. Кому вот интересно, посмотрите. Там все рассказывают, в какую почву, что и как. И все подробненько показано и рассказано. А это у меня, девочки, посажено абриетто. В этом году сажала рассадой. Очень мне понравилось. Долго цвела. Где-то месяц небольшим цвела. Такой красивой куртинкой. Такого цвета красиво. Представляете, какая красота. Я ее после цветения обрезала. И она у меня повторно зацвела к осени. Правда, так скудненько, но все равно цвела. Это перед вами гипсофила многолетняя. Я ее выращивала тоже рассадой из семян. Растет у меня уже несколько сезонов в цветнике. Прекрасно зимует. Прекрасно размножается, друзья. Она самосевом даже размножается. Хороший цветок. Цветет в течение всего лета. Что еще хочу сказать. Не любит закисление почвы. Я их почву подмешиваю и золу, и доломитовую муку. Чтобы моя красавица чувствовала себя хорошо. А подкармливаю, как и все свои растения, в начале сезона. Ну, еще может быть там летом. Один разок и все. В принципе. На зиму я ее обрезаю. И ставлю под какую-то емкость. Но в этом году даже емкость не стала никакую ставить. В принципе, снегом ее хорошо укрыло. Посмотрим, как перезимует. Это перед вами, друзья, армирия. Красная балерина. Ред. В том году вырастила я ее рассадой. Высадила на постоянное место в грунт. Вот так она у меня цвела лето. Вместе с немезея, с белой, прекрасно смотрелась. Очень мне она понравилась. Вот такая красивая армирия балеринка. Это армирия приморская. Вот такого цвета она у меня. Несколько уже сезонов у меня растет в моем цветнике. Каждые 3-4 года ее нужно делить в кустик, чтобы она красиво и обильно цвела. Вот такой красивый неприхотливый цветочек растет у меня. Это перед вами, друзья, левизия. Такая красоточка. Здесь у меня три кустика вместе посажено. В том году сеяла на рассаду два сорта. Но вот у меня только один взошел и вырос. Очень хочется, чтобы перезимовала. Как уже сказала, не любит прямого солнца. Она у меня посажена за барбарисом. Как бы барбарис ее притеняет. Очень ей там нравится. Все лето она у меня цвела. Надеюсь, что мои три сорта, которые я сейчас посеяла, взойдут. И я такой уголочек из левизии сделаю. Под барбарисом будет у меня расти такая красотка. Тоже там сорта низкорослые. Думаю, что все будет это. Там гармонично смотреться. Ее, в принципе, и там и видно. И она никому там не мешает. Хорошее там местечко для нее. Друзья, поставила на полочку под свет. Сейчас вот только свет выключила, чтобы вам показать. В тепло. Видите, там уже все запотело. Тут от ламп как бы нагревается. Там тоже ведь лампа. И тут тепленько. Надеюсь, что у меня все взойдет. Хочу вам быстренько показать обзор своих растений, свои стеллажи. Здесь вот, смотрите, у меня стоят такие уже большенькие подрощенные немезия, вербена. Что тут еще у меня? Алисум. Посадила, перевалила в емкости побольше. Такие вот с 200-граммовых стаканчиков. Вот. Это совсем сделала недавно. И как бы они у меня еще адаптируются, эти росточки мои. Вот так вот мы наросли. Хорошенькие такие уже, большенькие. Вот тоже хочу вот этот перевалить. Кустик, видите, я его прищипнула. До этого у меня еще руки не дошли. Тоже прищипку сделаю. Все поставлю на укоренение. Вот, друзья, череночек мой как хорошо нарос. Только пересадила, перевалила в емкость побольше с маленького стаканчика. Сразу у меня пеларгония тронулась в рост. Вот еще даже решила подсвести. Хочу посмотреть, каким цветом будет. Не стала ей бутончик убирать. Так, следующий стеллажик. Сейчас свет выключу, покажу быстренько. Тоже здесь у меня череночки. Такие уже большенькие. Надо перевалку делать в емкости побольше. Здесь у меня колиусы на укоренении. Но всего помаленьку, всего понемножку. Сейчас еще вам стеллаж один покажу. Вот еще, друзья, смотрите. Это у меня вербена. Моя белая и бело-розовая. И еще от виолы черенок получила с агрофирмы. Тоже поставила уже на укоренение. Сняла череночков несколько штучек. Короче говоря, эта вербена у меня стоит вся в воде. Вот в стаканчике вода налита. И по разным стаканчикам, три стаканчика, вот такие у меня заросли вербены. Укореняются. У виолы уже, вот с виолы, да, черенок, я ее недавно совсем ставила, уже черенки. Представляете, некоторые укоренились. Смотрю, корешки появились. Вот, смотрите, видно вам, не видно. Вот там уже корневая система пошла расти. Быстро укореняется вербена вообще. За три дня может дать при хороших условиях эти корешочки. Что тут у нас еще? Вербенка моя, которая была такая дохлая, желтая вся, некрасивая. Видите, как позеленела, подросла немножко. Такая прямо правилась, хорошенькая. Там тоже и немезия, и вербена, черенки. И там, там у меня страшная-престрашная бокопа, которая у меня в воде стояла, не знаю, месяц. Тут со связи с моей, с моей болезнью. Потом мне некогда было. Короче говоря, такая страшная, но я ее все равно по стаканам рассадила. Корневая система у меня там хорошая. И сейчас смотрю, в прозрачных стаканах, да, где она у меня стоит, прозрачные стаканы, корневая система пошла расти. Надеюсь, что и верхняя часть наземная тоже у нее пойдет расти, и будет зеленая, красивая, окрепнет. Вот, всяких, короче говоря, у меня черенков здесь, на этой полочке. Здесь у меня колиусы укореняются. Этот вот только вчера колиус в емкость побольше перевалила, в такой красавец. Здесь вот тоже немезия стоит. Вот какой колиус, друзья, шикарный. С маленького сантиметрового череночка вырастила я, такого богатыря. Эти у меня черенки недавно. Перевалка была сделана из 100-граммовых стаканчиках вот в такие емкости побольше. Всех прищипнула. Все у меня такие маленькие, в принципе, компактные кустики. И будем вот пока здесь наращивать массу. Что тут у меня? Вербена, вот еще одна тут вегетативная. Не одна, я имею в виду, что еще одна партия вербены. Вроде как тоже начала отходить. Тоже такая, знаете, она была у меня некрасивая от того, что в воде долго стояла. Вся такая никакая, можно сказать. Ну, вот смотрю, немножко она уже здесь оправляется. Здесь у меня уже череночки, наверное, недельку назад перевалены вот в такие емкости. Ну, не перевалены даже, посажены, потому что она у меня в воде укоренялась. Вот. И так вроде ничего стало. Смотрю, выправляться немножко. Есть, конечно, дохлики совсем такие некрасивые, но я все-таки надеюсь, что сейчас она у меня оклемается и пойдет расти. Вот. Досвечиваю, что подкармливаю понемножку, но не часто, потому что грунт тут хороший у меня, в принципе, и питание сейчас такого большого им не надо этим маленьким росточкам. А здесь у меня в емкостях побольше уже рассажены тоже кустики вербены, немезии. Вот это агрофирма Виола осенью прислала, да, нам с девочками. Вот этот кустик я уже, как вам сказала, прищипнула, поснимала с него череночки. И вот он у меня такой вот сейчас вот тоненький, тонкие звонки, но он нарастет. Самое главное, что не пропал, и я его еще постараюсь размножить. Даже не помню, каким цветом будет, друзья, вообще не помню. Вот немезия, вот вербена еще какая-то моя, не знаю, каким цветом. Короче говоря, здесь такие уже богатыри, большие растения, большие не растения, а черенки вот. Ну, с них я уже, с этих черенков еще черенки поснимала. И здесь тоже. Но здесь емкости поменьше, чем там. Здесь такие 300-граммовые стаканчики. Такие. Короче говоря, что я сейчас, друзья, делаю? Переваливаю только с одной емкости в другую побольше, потому что я устала каждый день поливать без конца. Все быстро очень пересыхает. И все-таки, когда объем больше, растению лучше, потому что корневая система уже некоторых кольцами заплевалась. Особенно вербена растет, как сумасшедшая. Ну, что, друзья, всякой красоты насеяла. Во какая, да, будет у меня. Надеюсь, красотища. А сейчас буду черенковать немезию, вот такого цвета, красивого. Смотрите, какая красота. Буду рассаживать кольусы. Смотрите, какие уже корни. Укореняется в воде вообще очень быстро, беспроблемно. Замечательный цветок. Все бы так укоренялись и росли бы. Цены бы не было. Хочу вам еще показать, какая у меня красота распустилась, друзья. Тульпановидная пеларгония сорт Эмма. У меня еще есть пандора, тюльпановидная такая, она красного цвета, но она мне сейчас не цветет. Посмотрите, какая нежная, красивая. Это в этом году я приобрела. Не, не в этом уже, получается, в том году я приобрела весной череночек. Вот так он у меня нарос. Она не быстро растет. Я ей делала прищипку, чтобы она не вытягивала, чтобы, да, росла кустика. Но у меня череночек, который я прищипнула, не прижился почему-то. Не получилось у меня ее размножить. Ну, до чего красивая. Самое главное теперь сохранить этот до лета, чтобы не пропал, чтобы рос у меня и радовал. Вот такая красотища на улице минус 20, а у меня вот такой вот дома цветочный оазис. Красотень вообще, друзья. Все досвечивается. Из-за этого, конечно, растения не спят у меня, а растут и цветут. В принципе, из-за того, что только досветка. Если бы света у меня не было, конечно, бы у меня сейчас никакая БМА бы не цвела. Благодаря только тому, что я досвечиваю свое растение. Утром включаю, когда встаю, и там в 7 утра включаю, например, и в 12 выключаю, вот так вот. Или там можно таймер поставить, у меня таймер есть, чтобы не ходить, не включать, не выключать. Вот так вот, друзья. Вот так вот мы растем, живем, цветем. Вот здесь у меня вон петунька зацвела. Хочу череночки поснимать со своей вегетативной петуньи, такая красивая. Надо мне ее срочно поочеренковать. Хорошо так наросла, можно хорошие черенки снимать. Хорошая такая петунья, неприхотливая, ничем не болела у меня никогда. Красоточка. Вот, друзья, еще у меня одна красоточка. Вот такая пеларгония красивая. Покупала я ее в Аби, размножила. Это вегетативная пеларгония из черенка. Выращена. Не из семян. Теперь у меня таких несколько. Сейчас у меня тоже эта кашпот цветет и еще одна кашпот цветет. Это с такой же красоткой пеларгонии. Какая красота. Очень такая интересная в нее окраска. Так что летом будем мы при красивых пеларгониях с вами. Буду вам показывать обязательно своих красоток. В Аби, кстати, продается. Да и у нас в городе она продается весной. Можно приобрести. Она не такая прямо редкая. Но очень красиво. Крупные такие цветы. Главное здесь вот такие крупные, а вот здесь поменьше на этой веточке. Интересная какая. Правда? Ну все. Вроде вам рассказала про все свои сегодняшние многолетние растения. Да, что знаю, конечно. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам и дальше все буду показывать и рассказывать. Всем всего доброго, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова